Пьяным вождением в Украине уже никого не удивишь, к сожалению. Очередной случай в Ривне девушка там решила сесть за руль впервые, причем была изрядно выпившая. В результате машина вылетела на перекресток, зацепила полицейская авто, маршрутку и едва не сбила детей на тротуаре. Подробнее наши корреспонденты. Она улыбается и даже не пытается прятать лицо. После обильных возлияний в баре девушка взяла у товарища, с которым отдыхала, ключи от машины. Зачем, объяснить не может. У вас нет прав? Нет. Я даже на них никогда не сдавала. За рулем находилась 21-летняя Валерия. Как рассказывают очевидцы, она с визгом вырулила с тротуара и понеслась к перекрестку. Девчина, вывертает, потому что она немного дальше от брокки стояла, неадекватно, на газы, с пробуксовкой, и пошла, зацепила. Она пешеходный, потом вылетает, едет машина с синими номерами, милиция, зацепляет ее, едет маршрутка, от нее отскакивает, зацепляет маршрутку. Пассажирам маршрутки повезло, они не пострадали. Чудом уцелели и прохожие на тротуаре. В крови Валерия оказалось чуть больше полтора промилля алкоголя. То, что села пьяной за руль, едва не сбила детей, девушку не пугает. А вы вживали сегодня алкоголь? Да. Маю за что? На место происшествия подтягиваются друзья Валерии. Узнать у хозяина машины, зачем дал девушке ключи, нереально. Он пьян и не может связать двух слов. А на что ты видал посвящение? Кикпат, ключи дал? И Валерию, и хозяина машины ждет всего лишь штраф. Ведь во время аварии никто не пострадал. Похоже, штрафом отделаться может и священник, который устроил ДТП в Ривненской области на прошлой неделе. По его вине столкнулось четыре машины. Два человека получили травмы. Священник был изрядно пьян, но продолжал пить водку даже после ДТП. Пока о подозрении святому отцу не объявили. Он на свободе. Инна Белецкая, Полина Спасенко, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер.